Игромания представляет Второе, и каждая расширяла возможности Раза эдак в полтора А потом выходит следующая номерная часть И там опять один лишь скелет На который еще только предстоит Наращивать мясо в аддонах Что-то совершенно новое Полностью перестроенное К чему еще только предстоит привыкнуть Шестая цивилизация, напротив, создает впечатление Будто в ней уже все есть Есть, к примеру, шпионаж И механизм создания своих религий Которые в пятой части появились Только с дополнением Гадз Энд Кингс Есть и туризм, и связанные с ним реликвии И много чего еще По большому счету, в этот раз Фераксис не так уж далеко отошла От предыдущей части Но это позволило разработчикам погрузиться вглубь И разобраться с проблемами Которые мешали серии уже достаточно долго За основу взяли, конечно, пятую часть Это, значит, гексы Правила по одному отряду на клетку И многое другое Но вот, скажем, наука и культура теперь уравнены в правах Раньше те, кто делал упор на культуру В войне ощутимо уступали научным цивилизациям Но в шестой части вместо одного древа технологий Решили сделать два Техническое и гуманитарное В одном прикладные знания От сельского хозяйства и пресловутого колеса До термоядерных реакций и технологий будущего В другом разного рода гуманитарные идеи Включая формы правления, военные доктрины, культуру и искусство Первые исследуются за очки науки Вторые за очки культуры И теперь, даже если научная цивилизация изобретет танк Культурному сопернику будет что ему противопоставить Даже если это будет всего лишь отряд мушкетеров Правильная выучка, идеология и прочие бонусы прироста к силе Дадут шанс на победу и им Институты власти тоже устроены иначе Продвигаясь по гуманитарному древу развития Вы, как и раньше, открываете новые формы правления Но отныне эти формы отличаются модификаторами Скажем, у классической демократии Чуть больше ячеек под дипломатические бонусы Но она запрещает использовать военные А в просвещенную монархию Можно встроить больше всего религиозных модификаторов Чем совершеннее форма правления, тем больше бонусов в нее можно вложить Одна из главных и, наверное, самых смелых идей шестой цивилизации Система городских кварталов Больше нельзя строить военные, религиозные, развлекательные и многие другие здания Не отведя под них отдельный участок Хотите казармы? Тогда нужно выделить целую клетку рядом с городом И потратить несколько ходов на обустройство военного района Вашим горожанам грустно? Никаких театров и парков развлечений, пока не сделаете веселый квартал С точки зрения житейской логики, решение странное Что мешает построить театр напротив собора Но на геймплей оно легло неплохо Если раньше вы могли строить все подряд То теперь приходится трижды подумать Стоит ли вкладываться в строительство целого квартала Ради одной только библиотеки Или лучше сфокусироваться на чем-то еще? Планирование города стало сложнее Свободное пространство рано или поздно заканчивается А ведь нужно еще и организовать фермы, плантации, шахты и все прочее Чудеса света теперь тоже строятся на отдельных клетках И зачастую требуют соблюдения конкретных условий Висячие сады Семирамиды, например, встанут только вблизи рек А для пирамид Гизы нужна пустынная клетка Расположение кварталов относительно друг друга тоже играет роль Некоторые постройки улучшают эффект от смежных У кого-то на это завязаны национальные черты У бразильцев, например, кварталы получают ощутимые плюсы от близости к джунглям Заметно, что в шестой цивилизации многое делают, чтобы свести к минимуму рутину Возьмем рабочих Раньше на определенном этапе их всегда набиралось очень много И потом они висели мертвым грузом в холостую прокладывая дороги в автоматическом режиме В шестой части слишком много рабочих не бывает Они расходуются после трех использований Отработали – делайте новых Вместо того, чтобы апгрейдить все клетки без разбора Вы теперь принимаете немногочисленные вдумчивые решения С дорогами тоже интересно Теперь они, во всяком случае, на ранних этапах Автоматически прокладываются вслед за торговыми путями С разведчиками получалось так же, как с рабочими Открыв всю карту, они переставали приносить пользу Теперь их можно будет переучить для боя Но какую именно роль они будут играть, расскажут позже Вернулись города-государства Причем в более осмысленном виде Раньше расположение нейтралов можно было заслужить, попросту завалив их золотом Ныне упор делается на квесты и ресурс дипломатов, которых можно направлять в полисы по мере появления Цивилизация, чьих дипломатов в городе-государстве больше всего, получает доступ к редким ресурсам И может в течение нескольких ходов порулить его войсками А еще варвары Варвары стали злее, но с одной оговоркой Начинается все с того, что к вашим границам подходит разведчик Если вы не успеете перехватить его на обратном пути к лагерю, там сформируется мощный рейдерский отряд Который доставит массу проблем Это вынуждает играть стремительнее и уделять больше внимания комплектации армии в первобытное время В Цивилизации разные лидеры под управлением компьютера всегда хоть немного, но отличались манерой игры Наверняка все слышали о древнем баге, когда Индия под управлением Ганди вдруг начинала угрожать всем ядерным оружием В Цивилизации 6 характеры лидеров углубляют значительно сильнее, явно насмотревшись на Крузейдер Кингс и Игру Престолов Каждому теперь свойственно несколько индивидуальных линий поведения Например, миролюбивый Тедди Рузвельт будет очень доволен, если вы не будете вступать в войну на его континенте А Екатерина Медичи оценит то, что народ вот уже который век остается счастливым Но в то же время королева-мать Франции перестанет вас обожать, если после появления шпионов вы будете игнорировать дворцовые интриги Усложнив мотивацию компьютера, Фераксис сделает ее более прозрачной Если у вас налажена более или менее прочная связь с цивилизацией, вы будете узнавать о ней и о ее лидере все больше и больше Эта так называемая система сплетен вынесена в ленту наподобие Твиттера Как сказал продюсер игры Деннис Ширк, хороший игрок может научиться контролировать эти потоки информации И натравливать компьютерных лидеров друг на друга, пользуясь расхождениями в их интересах Разработкой шестой цивилизации руководят те люди, что занимались дополнениями к пятой И в итоге очень круто ее перетряхнули Их силами шестая часть не стала проще, но у нее куда изящнее, чем у предшественниц получается фокусироваться на главном Редактор субтитров А.Семкин